я не видела кто по констреал летела со всех сторон было видно как салют а это не салют это вот эти вот кассетные эти бомбы рекапани ну вот чудом выжила муж собой прикрыл у нас они стреляли по городу не где-то там за город а именно по мирному населению настолько домов заревших практически все разрушено дети уже даже к этому привыкли начали различать где летят гаубицы когда стреляют рада на каком как бы расстояние что можно идти прятаться или нет с утра было тихо вечером на улицу вышли как обычно ну со всеми соседями там это было начало восьмого мы с мужем сели у нас бордюра возле двора сели на бордюр мы тоже разговаривали ну я помню что волной как бы ударила я на асфальте туда а сверху муж и возле двора а в двух метрах такой след как воронка и от нее лепесточки какие доли секунды это не минуты что можно бежать было куда спрятаться я не сразу поняла что он погиб я первую очередь бежала за ребенком дом все кричали он уже не живой не живой моя может состояние шока мне может так хотелось казалось что он живой но ему попало и в холод везде ну даже мама мне через месяц рассказала что его возъемли на ногах были он забежала перемотала первую очередь ногу потому что сильно кровь шла вызывали скорую как скоро отвечал мы обстрел не выезжаем нас приказ и около двенадцати или часу ночи только приехали через машину отвезли к нашу больницу наша больница не приняла там в общем или света не было ну что такое залез тяжелыми ранениями везите дальше скоро отказывалась вести в сладарск потому что по трассе были обстрелы по городу поехала и мчс по машинах под обстрелами около трех месяцев я лежала в больнице в городе светлодарске рука нога вся полностью в ожогах в осколках будут даже мелкие остались потому что вовремя их не почистили как-то на не выняли покапали покололи и все на этом лечение как бы закончилось ребро даже не увидели что у меня было сломано это мне тут уже как бы сказали что как срослось так теперь и живите за ли это пройдет люди войну жили с осколками с пулями и в голове и в общем ничего страшного врач не сказал потом мама привезла ребенка на нас спустя неделю потому что дома оставаться было опасно уже как бы там начались обстрелы там большие стекла в больницах насколько знаете просто очень было страшно даже ложиться спать от взрывной волны углу убить просто стекла мне надоело спать с ребенком в коридоре на кушетках не врачи них не дежурные никто не открывал подвал больничный я так держу меня просто ребенок уже ну как бы она засыпает когда она слышит когда летит ракеты она гудит крыша стекла все трясется она даже вот еще не только не проснулась у нее начинался рвотный рефлекс это вот у нее реакция на взрывы из государства так и уехали в харьков своих вещей не было были только единственная на ребенка в чем одеты естественно были курточка в штанах там да в шапках тяжелого нельзя было поднимать помимо этих хранений селезенки нету и их ряд бабушки как называемые если ребенок я в жизни не поехала когда нас первый раз мы приехали мы людей вывозили буквально трех дней не прошло нас и сюда вы начинали со скандалом ну якобы мы перехали за квартирой глада баба все равно проживает мама но ребенок и очень думаю ну как бы она привыкла что у нее своя комната на приходила там садика начала телевизор игралась в свою кровать своя комната тут у нее нету ничего и нельзя то я нельзя то я не кричать и в общем должны все на цепочках нам отвечает бабушка что мне кто едет к себе домой делать и там что хотите только не снимать кожа сохранится она ни разу не поинтересовалась тоже как моя здоровье кто мне помогает операции там да как я себя чувствую во первых мы платим сами за все кормим ее лекарства мы покупаем бабушке помимо своих лекарств и попробую только что-то заикнуться мама уже разыкнулась бабушка написала заявление что мы мешаем жить что мы ее выгоняем что мы с нее требуем пенсию и вообще в шоке она не было таких разговоров единственно был разговор потому что но у нас на данный момент не было денег купить бабушке лекарства потом приезжал участковый хотели выселить участковый даже сказал у вас на исправительные работы а я стою на каком основании мы не пьем там не либо ширим гостей мы никогда не приглашаем мы сами в гости к соседке ходим постираться потому что у нас машинки стиральной нету а вот такой дорогой мы ходим в туалет дом у нас нет никаких условий нету ни душа ни ванны условий у нас никаких нет в общем летний душ только разрешено табачка там вот заносим так мы не можем позволить что-то лучше квартиру очень дорогие одна комнатная от двух с половиной выше для нас допустим это было бы жилье лежит в школе потому что нам в этом году в школу идти нужно на работу устраиваться на какой-то легкий хотя бы труд даже элементарно просто мыть полы чтобы добраться до харькова простанцы харькова где мы сейчас психолога тот же солдез надо вставать самого утра потому что уйти нам три километра пушком и все так скользко и снега много с ребенком ну около часа потому что там еще и лес дорога плохо очищенная и вот каждый день мы так ходим в одну сторону три километра и в другую мне кажется ну это у всех переселенцев это с жильем проблемы жильем хотя бы предоставили какие-то заброшенные там да ну сколько недостроенные домов вот вы сами видели как у нас ехать там два недостроенные дома просто коробку даже выдать людям люди самим делали было уже легче и на работу люди поустраивались детей в садик и в школу не бегали как действительно попрошайки за каждой монтаркой то не везде и получишь у меня осколок пробил кишечник зашивали в общем кишку ну и там между рёдрами доставали вот мне дали третью группу инвалидности уже не подходит для получения гуманитарной помощи а девчата же по инвалидности получают ну это мы знаем и даю же им пойти какие-то дают же девчата мы же видим еще довозят немногие понимают если говорю нам выделили помощь да я купила себе куртку и одела ребенка так это шо мы богатые ходим если я дело купила ребенку новую куртку и купила себе куртку я говорю дай бог конечно нельзя относиться потому что это может случиться скальпинг сегодня у нас завтра у вас мне кажется нас понимают те кто с этим сталкивался тех кто с которыми мы встречаемся в интернетом помощи получаем в том же наставьте папку и люди понимают и проблему что других не понимают ребенок было на самом деле чем нам всем во-первых у него как бы дома было все первое это наверное папа которого никто не вернет и никто за это не ответит она все время приходила даже в больницу будет но когда ты уже выйдешь с этих больниц когда тоже будешь здоровая ну кто понимает кто идут и прямым текстом говорят матом наехали меньше пасту было попрошайте и все такое штука не говоря а вообще мне рассказывают что те кто приехали в четырнадцатом году мы типа тут уже полноценные граждане украины зажратые как говорят живем в золоте живем шикарно вам же типа миллионы заплатили за погибших зараненых говорю я под это ходила говорю добивалась каждой копейки баре мне написала от 8 числа заявление в декабре месяце к заявлению на единоразовую помощь нуждала я ее очень долго до сих пор этого не могу понять потому что департамент отвечает письменно что положено сумме там 1958 на меня и на ребенка держать число не отвечают что он такого быть может потому что у вас якобы как справка не продлина ну переселенческая справка не было во время типа продлина а при чем тут это если вот вам говорю я просто заявление писала как инвалид не рабочий инвалид и с 10 октября призначена была сумма по январь получительно я не полуя в декабре получила 315 деревень из 1958 в январе тоже ничего не за декабрь не за январь вот уже февраль вот можете этому как-то объяснить вообще мне по сегодняшний день не было ни одной единой выплаты с декабря месяца 315 деревень я получил последний раз в декабре хотя в назначенной сумме вот выйдет по черту праздник я этой сумме не получала я написала заявление по вашей справе то вам все кошты яки вам будут не нарахованы вони вам нарахованы не в полной сумме сумма та другая не там не выходит две пятьсот восемьдесят сколько рассказать там задолженности до с декабря но за декабрь я не согласна но в связи с тем что в декабре были изменения пособие назначается по термин диету это ограничение цены только для всех переселенцев своей стране я беженка как-то мне никому не нужно что как-то государство увидела как переселенцам относятся как вообще выплачиваются эти выплаты извините их нету третий месяц за что я должна жить а мы заплатили за коммунальные там купили покушать дальше как я не понимаю за что жить папа прописал п написал и вот по сей день в общем выгоняет мы так ходим на цыпочках потому что слово не так все идти домой вас там это то милицию вызову и все таки с тобой мир мы себе домой вернулись нам не надо чужого вот поедем свое и будем жить как перестанут стрелять вот ты при людях и скажи чтобы все слышали а не только вот ну как это нормально вы думаете я обманываю а кто тебя поделась скажи ну конечно тебе бы лучше как бы мы под забором подумали да завтра нас выкинут на хрен все помешали что тебе сделали я не пойми не тебя снимают вообще хочется домой когда они будут наступить мир и мы вернемся к себе домой откуда нас никто не выгонит и спать на своих кроватях вообще только родных и близких никто не вернет здоровья никто не вернет и ответят мне что за это потому что мы никому не нужны ты и Продолжение следует...